Ну привет коллеги с ютуба. Коллеги с ютуба видели бы сколько стоило нервов и сил запустить эту ебаную игру снова. У меня слетел русик. Я два часа на стриме перед людьми занимался переустановкой. Два часа мы занимались, чтобы снова можно было поиграть в эту замечательную игру. Ну ладно, продолжаем. Так, ну мы отдали амулет Джоффре, если не ошибаюсь, последний раз. Как я помню. Вроде как этим все закончилось, да? Так, ну хорошо, хорошо. Че, чат, героем Квача тогда будем становиться? Будем становиться тогда героем Квача в этой серии? Что же еще у нас остается? Ну ладно, тем не менее, тем не менее мы разобрались, тем не менее мы продолжаем. Значит мы сегодня будем спасать Квач, ребят. Так, стоп, что происходит? Давай, беги, пока еще есть время. Стражи еще удерживают дорогу, но это только вопрос времени, когда их сомнут. Бежать от чего? Кровь богов. Ты что, не знаешь? Прошлой ночью Дейдра захватили Квач. Они открыли сверкающие порталы у городских стен. Врата в сам Обливион. Затем появилась огромная тварь из кошмарных снов. Она перешагнула прямо через стены, изрыгая огонь. Они роились вокруг нее, убивая... Целый город невозможно уничтожить. Иди и посмотри своими глазами. От Квача остались только дымящиеся развалины. Мы единственные, кто уцелел. Ты понимаешь меня? Все остальные мертвы. Как тебе удалось выбраться? Это Савлиан Матиус. И еще несколько стражников. Помогли некоторым выбраться. Они пробились наружу через городские ворота. Савлиан говорит, что они могут удержать дорогу. Нет, я не верю ему. Их ничто не остановит. Тот, кто видел это, поймет. Я ухожу отсюда, пока еще не слишком поздно. Они будут здесь с минуты на минуту, уверяю тебя. Беги, пока еще можешь. Так, ребят, ну что-то жесткое у вас произошло. Слушайте, он похож на самом деле на черную версию Геннадия Горина. Но не в смысле как бы Блэкфейса, который мы осуждаем все целым, да? Так сказать... Возможно, она все еще в Кваче. Просто внешне похож. Что ты хочешь? Не, я ничего не сказал, как бы. Я же, ну, все это осуждаем максимально. Если ты имеешь в виду священника, то я не думаю, что ему удалось выбраться из города. Мало кому удалось. Савлиан Матиус, возможно, что-то знает. Он командует городской стражей, которая обороняет этот лагерь. Так, окей. Удачного тебе дня. Понятно, ребят. Город в осаде, так сказать. Мне повезло остаться в живых. Уровня у нас нету. Рукопашный бой 32. Так, ну мы будем вручную мочить демонов, конечно же. Конец надеждам. Императорский род прервался. Договор нарушен. Враг победил. Род императоров прервался. И боги позабыли о нас. Где наше благословение? Где наша защита? Где наши боги? Враг торжествует, а мы погибаем в одиночестве. Да, я понял. Оставь меня в покое. Блядь, я вот стану героем Квача, будешь мне руки целовать. Интересно, там кламфиры будут. Но я не знаю, слушайте. Мне кажется, что вряд ли. Пойдемте, ребята, матчи демонов. Блядь, джекича, нахуй. Железный удар, нахуй. Вы чем мочите, блядь, ребят? Только нужно как... Как бы Халк Хоган бы дрался с демонами. Бля, хп нету почти. Так, стоп, 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 ребят. Держись подальше. Тебе здесь не место. Немедленно возвращайся в лагерь. Что здесь произошло? Мы потеряли весь этот проклятый город. Вот что произошло. Их было слишком много. И все произошло слишком быстро. Силы были неравны. Мы даже не смогли вытащить всех оттуда. Там еще остались люди. Некоторым удалось добраться до часовни, остальные просто разбежались по улицам. Граф и его люди укрылись в замке. А теперь мы даже не можем вернуться в город, чтобы помочь им. Эти чертовы врата Обливиона преграждают путь. Единственное, что нам остается. Мы попытаемся удерживать наши позиции. И вот и все. Если мы не сможем удержать баррикаду, эти твари пойдут вниз и сомнут лагерь. Я должен попытаться защитить тех немногих гражданских, что еще остались в живых. Это все, что я сейчас могу сделать. Савлиан четкий мужик до прихода героин со своим отрядом город удерживал. Ну, кстати, да. Вообще странно, что они не ввели какое-то дополнение, чтобы этот квадж можно было восстановить потом. Вам нужна помощь. Ты хочешь помочь? Ты шутишь, да? Но если ты серьезно, возможно, я найду тебе применение. Но ты, скорее всего, погибнешь. Ты действительно хочешь помочь? Блин, я же сказал, нужна помощь. Нет, не хочу. Вот до чего дожила. Я сомневаюсь, что другие города пошлют нам помощь. В наше время каждый сам за себя. Ладно, я сделаю все, что смогу. Я не знаю, как закрыть эти врата. Но это должно быть возможно, потому что враг потом закрыл те врата, что они открыли при первой атаке. Ты можешь видеть отметины на земле, где они были. Великие врата были посередине. Я послал своих людей в эти врата, чтобы они попытались найти способ закрыть их. Они не вернулись. Если ты сможешь пройти туда, выясни, что с ними сталось. Если они живы, помоги им закончить работу. Если нет, попробуй сделать хоть что-нибудь. Хоть что-нибудь. Я могу только пожелать тебе удачи. Мы будем ждать тебя, если тебе удастся вернуться. Так, ну хорошо. Вашими молитвами. Вашими молитвами, так сказать. Он явно на нас не рассчитывает. Он просто не понимает силу кулака. Как я понял, люди мативаются не... А, нет, стоп! Бля. Бляха-муха. Нет, стоп, 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 ребят. Подожди, 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 ну... Да... Да, блядь, друг! Ну, подожди ты! Типа, тебя не удивляет, какой-то чел зашел, бьет демонов кулаками. Я уже не надеялся увидеть лицо друга. Остальные захвачены. Их увели в башню. Все в порядке. Что здесь происходит? А, все в порядке. Друг. Аркадаш. Что здесь происходит? Капитан Маттиус послал нас сюда, чтобы мы попытались закрыть эти врата. Мы попали в засаду и оказались в ловушке. Почти всех нас перебили. Жесть. Мне удалось ускользнуть, но остальные застряли за этим мостом. Враги схватили Мэнниена и отправили его в большую башню. Тебе нужно спасти его. А я сматываюсь отсюда. Нас всех перебили. Войск не осталось. Тебе нужно спасти того чела. А я? А я сматываюсь отсюда. Ну. Да, блин, нахуй. Капитан все еще удерживает баррикаду? Я думал, я единственный, кто остался в живых. Хорошо. Я попытаюсь выбраться отсюда и рассказать капитану, что здесь происходит. Да расскажи, блядь, давай. Спасибо за помощь, блядь, друг. Друг. Лицо друга. Да. Таких друзей, ребят, захуй в музей, как говорится. А, ну слушайте, ну уж совсем уж мы слишком наголые. Уже у нас все-таки приключения. Блядь, а что-то я не продал вещи. Совершенно не скинул ничего. Так, кожаная кераса. Чем кожаная... Нихуя себе. Зацените, а тут вообще с какой-то эмблемой. Прикольно. Так, окей. Кожаные поножи. Кожаные сапоги. Ну и кожаные перчатки. Блин, жалко, шлема нету. Ну хорошо. Хорошо. Не, ну теперь мы защиты. То есть теперь можно спокойно кулаками выходить, пиздец. Так, сколько у нас кулаки прокачаны? На 33. Значит нам нужно на 42 поднять кулаки, прежде чем получать уровень. Ну желательно, конечно. Так, ну я вроде правильно иду. Бля, вот эти, конечно, подземелья обливиона, это какой-то пиздец. Ой, я помню, тут можно быстренько, вот ловко если сделать. Ага, слабое зелье лечения, но и волшебство возьмем на всякий случай. И оно вонять начнет, если не ошибаюсь. А, нет. Странно. Раньше вроде воняло. Или другой куст воняет. Ой, да, странная собака. Так, а что, дейдеры-то будут или мы все с этими... Ой-ой-ой, во-во-во. А, это цветы эти воняли, да? Мы аккуратно. Так, нам нужно в большую башню, то бишь нам нужно в эту башню. Если не ошибаюсь. Бля, интересно, получится нам забайтить его? Демона. Бляха-муха. Давай. А почему не работает это говно? Давайте. О-о-о-о. Ну, просто вас с норовкой, блядь, геройской. О, блядь. Так, вот главная башня. А зачем нам... Ой-ой-ой. Пойдем сразу в главную башню, я думаю. Это кулачный билд. Но это не совсем кулачный билд. Это скорее... Кулаки в прикол взяты. Так-то это классический билд вора. Нихуя себе. Дреморская стрела еще. Бля, ну она весит, конечно. Еще дреморский легкий лук. А он лучше нашего лука? Он бьет три? Не, он хуже нашего лука. Бля, надо что-то выкинуть. Вообще места нету. А что же выкинуть? Бля, неужели эти стрелы придется выкинуть? Бля, ну... Да не, придется эти стрелы. Они слишком много весят. А я все равно перегружен. Так, хорошо. Тогда что? Ну тогда стальную клемору придется выкинуть. Железный сет дропа не стоит ничего почти что. Бля, ну... 85 голды. Жалко как-то, знаешь ли. Ну, наверное, это самое лучшее, что можно сделать. Действительно. Наворуем больше. Ну ладно, возьмем стрелы. Дреморские. Почему я только ждать не могу? Гильди потом обчистишь, когда вступим. Ну да. Да. Тоже верно. Так, окей. Так, эссенция магии, эссенция магии. Тут у нас дремора нету никаких. Давай. Бля, есть дремора. Бля, ебаный демон. Бля, я бы какой-нибудь открепоты... Ура! Отстань от меня! Отстань от меня! Отстань от меня! Отстань от меня! Все нахуй. Так. Все, сейчас ты увидишь, блядь, силу этого драчуна с арены. Да нахуй демонов на каунт! Бля, ты думал, а? Дрем... Игра опять валит. Так, ну все, всех демонов победили. Демоны вообще охуели, наверное. Все, отлично. Так, а почему нам говорят туда идти? Зачем нам туда идти? Мы же уже можем сразу идти в... Главное... Это же главный обитель, да? Главный обитель. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Нее, блин! но а начиная ваша броня все это хуйня полная так станет стальной топорной можно слить тоже играем через белкам и пули но в каком смысле она наполнена негативом так и в желудок и в какашки все 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 в порядке так кровавый пир или дверь в цитадель так не наверно кровавый пир так мы сейчас уничтожим наши первые врата в обливиум давай давай ой бля хп нету так 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 стоп 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 мансим 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 блять нет блять чахлый скамп меня не убьет я хочу стать героем квача блять нет 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 блять так хорошо все чат мы живем мы живем кулаки ярости конечно требует определенной концентрации нужно еще немножко прокачать навык бля нужен ключ а где ключ эти достанут сука нужен ключ а ключ я здесь типа должен достать вот в этой штуке а да 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 в пыточный вроде не нельзя замок взломать я бы я хотел но пишет нужен ключ дремор я могу говорить да а что ты скажешь блять как только я тебя напиздрячу кулаками ой а чё такое а чё такое то блять чё с ебалом дремора хранилище сигила блять чё с ебалом то ой 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 все блять плоть мою натянет я тебя натяну чё такое дед рассказывай быстрее быстрее время не ждет тебе нужно подняться на самый верх этой большой башни это сигильская крепость так ее называют это она поддерживает врата обливиона открытыми найди сигильский камень удали его и врата закроются торопись ключ у хранителя нужно добыть этот ключ так я только не видел возьми ключ иди в сигильскую креп не волнуйся насчет меня на это нет времени вперед ты уверен может как-то тебя освободить что ли не ну если ты хочешь здесь остаться и просто интересно так а выше можно или нет жалко ну ладно так ну мы теперь можем да вот в эти так сказать цитадели да зайти все отлично вот его же убить можно было да как его можно было убить у него была во первых коронка он бессмертный так ну почти что на самом верху опа ебать дарт мол а куда ты бежишь то а куда ты бежишь то блять где ты где он а блять мы чё зашел бы нехило бля как маленький ей богу на так оборона а это циклон всякую нечисть призывает и маги пользуются да я знаю вы не можете ждать когда рядом находятся враги вы не можете ждать Когда рядом находятся враги Опа Наказанный Так, ремонтный молоток Вызов скелета А почему он наказанный? Да Так, ну что, получается на голых кулаках прошли, да? Закрыли врата Я же меня, знаешь, меня никто ломать не может Я уже ломанный Это чисто на духе, да? Ты должен вывести меня, чтобы сломать Не говори слов, о которых потом жалеть будешь Таких, знаешь, сколько было? Это чисто вот ты такой негатив нагнал Чисто негатив Я такого не люблю Предлагаю при сталкивании противника с обрыва кричать дебенка Да, ну, ваше предложение мы рассмотрим Прочитаем внимательно Потом сомнем и кинем в мусорное ведро Вот, но за совет спасибо Искренне, благодарю Хоп, промахнулся А я, блядь, не промахнусь А ты куда? А ты куда, блядь? Ты куда? Родной После долгих и утомительных часов тренировочных прыжков Контролируемых падений Вы приобрели начальные навыки в области акробатики Теперь вы можете атаковать и в прыжке, и при падении Однако, находясь в воздухе Вы можете лишь использовать обычные атаки Это вот чисто гамбит гридина сейчас Чисто гамбит гридина Так, все, первого мы сняли Где второй? Иди сюда Не, ну, слушайте, кулачный бой Это что-то с чем-то Есть свой шарм в этом Никогда бил с кулачным боем не делал Конечно, потому что оружие бьет сильнее, да Но кулачный бой Он валит противников на пол Если он на 100 прокачан То, бля, я даже не знаю, что страшнее Ёба-оружие какое-нибудь Или кулачный бой Который может просто валить противников Они даже встать не смогут Так, вот он, сигильский камень Что, берем? У каджитов тоже есть преимущество в ближнем бою, как в Скайриме? Не, вроде тут нету такого Вроде нету Так, мне удалось закрыть врата, забрав сигильский камень Служивший им своеобразным якорем Нужно сказать Самулену Матиусу, что путь к кулаче теперь открыт Ну все, ребят Ну вы пока там письки себе лимонили Как бы тут герой кулача был А где тот чел? Тебе я обязан жизнью Я выбрался из ада Ада Я не забуду этого Добро Не благодари Врата закрыты? Я знал, что ты сможешь это сделать Это наш шанс начать контратаку Пойдем с нами У тебя значительно больше боевого опыта, чем у этих парней Так мы выступаем вместе Я могу подождать, но недолго Вы должны действовать быстро Пока враг не успел забаррикадировать городские ворота В море ближний бой вообще рофл лютый Там ты сначала сносишь стамину противнику И только потом проходит урон Но в Моровинде вообще боевая система Ну вот Я комментировать ее не буду Потому что найдутся люди, которые будут защищать эту боевую систему Ну и дай бог им здоровья и вообще всего хорошего В Морум я вот именно из этой боевой системы Мне срать было на графику, на все остальное Боевая система вообще Я из-за этого не мог играть Вот, а насчет Скорима Там вообще есть кулачный бой Я что-то Мне почему-то так кажется Что там кулачного боя нету Но я могу ошибаться Ну выступаем вперед, блядь Я могу все зачистить, блядь Прийти сюда спустя сотню часов игры И мы только выступим А, она есть Мы вошли в кулач Часавлия на его люди и я Теперь нам нужно очистить южную площадь Ну вообще мне, честно сказать, система прокачки в Обливиум очень нравится Вот все кроме, конечно, автолевелинга врагов, да Но вот саму тему, что вы как бы То, что делаете То и прокачивается Мне нравится такая штука Блядь Слушайте, а где же остальные? Ну, кстати, у него по ножи-то получше, если не ошибаюсь, чем мои Деньги у тебя возьмем Так, это мы возьмем У него же получше вроде, чем мои, да? А, не Не, стопэ, стопэ, стопэ Да, у него у кожаные А, ну у меня же... Ну возьмем, слушай, все равно Блядь, ну я не хочу иметь какую-то обосланную кирасу квача Это как-то вообще не по-каджитски будет Так, ну, во-первых, мы починим все, что можем А, пока не можем чинить, да? Так, ну слабое зелье лечения выпьем Кольжучие сапоги Да, кольжучие сапоги попиже И броня попиже Кожаная кираса у нас почти сломана Нужна другая Так, ну кольжучие перчатки тоже вроде попиже будут Так, ну ладно, нормально А че, весь геройский отряд квача погиб, да? В том числе и тот чел, которого мы спасли из обливиона А, и я тоже погиб Блядь Ну ладно, хорошо, что недалеко прошли Так, будем использовать, наверное, дреморские стрелы Они занимают место у нас в инвертаре, дохерищ Так, ребята, все, не расслабляемся Давайте, я танчу Что это за хуяня? Хуярим, хуй... Все Бейте, бейте его, бейте его Все, 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 отлично, ребята Ну ровно идем Сука Все, нахуй Все, тактик рабочая Все, я танчу, ребят Система та же Бля, эти динозавры, это какой-то пиздец лютый Ага Все, этого динозавра, этого динозавра Все, пока что ровно идем Все, отлично Нет, он погиб С моей помощью его людям удалось захватить южную плащ Нужно поговорить о наших дальнейших действиях Ты погиб Нет Ты погиб Но я тебя обнесу, конечно Ну что, добру пропадать, что ли? Ну, увы, ребята, это жизнь Эта жизнь, она жесткая У нас тут не мультик Дисней Не первый канал Тут происходят реальные вещи Люди умирают А он говорил, что я друг Нихуя Слушайте, мне кажется, я впервые вижу Вот эту текстурку Отрубленной головы Мне кажется, она вообще единственная на всю игру Мы уничтожили этих ублюдков Теперь можно спокойно выводить людей из чезовни Пойдем внутрь Нужно убедиться, что с ними все в порядке Это только начало битвы за Квач Мы обсудим наши дальнейшие действия После того, как гражданские будут в безопасности Докладывай, солдат Сэр, мы единственные, кто остались Берри Хэнниан, я и гражданские Это все? Больше никого не осталось? Были и другие, сэр Но они отказались оставаться здесь Мы пытались убедить их, что это опасно Но они все же ушли Думаю, они все погибли Хорошо Площадь перед часовней очищена от Дейдра И этих людей нужно отвезти в безопасное место Немедленно проводи их к лагерю Он к югу отсюда Но, сэр, я хочу участвовать в сражении Не волнуйся, солдат Как только люди будут в безопасности Немедленно возвращайся сюда Нам понадобится каждый меч Предстоит еще много сражаться Сэр, есть сэр Гражданские люди Так, субтитры забыл включить Теперь можно выходить отсюда Пойдемте Так Мне рассказали о том, как вы со стражниками расправлялись с Дейдра Отличная работа Да, чувак, ты сын императора, кстати Император мертв Кто ты? Что тебе нужно от меня? Ты сын императора? Да, я священник Тебе нужен священник? Я не думаю, что смогу сейчас чем-то особенно помочь тебе У меня сейчас некоторые проблемы с пониманием божественного промысла Если все это часть божественного плана То я определенно не хочу иметь к этому никакого отношения Боги или нет, нам нужно... Да, план есть, и моего часть Такой план? О чем ты говоришь? Я молился Акатошу всю эту ужасную ночь Но помощи так и не дождался От Дейдра становилось все больно Ты ты охуел? Я пришел и закрывал от Абливиона Я зачистил полгорода Ты сын Уриэля Септимы Императора Уриэля Септима? Ты думаешь, что император мой отец? Нет Ты, должно быть, принимаешь меня за кого-то другого Я священник Акатоша Мой отец был фермером Эти Дейдра пришли сюда за тобой Целый город уничтожен, только чтобы добраться до меня Зачем? Потому что я сын императора? Йоу, дурак, да! Я не знаю Зачем мне тебе лгать? Странно Возможно, ты действительно говоришь правду Но что это все значит? Что тебе нужно от меня? Пойдем со мной в приорат Вейнон Говорят, тебе удалось уничтожить врата Абливиона Ты приносишь людям надежду Благодаря тебе удалось потеснить Дейдра Да, я пойду с тобой в приорат Вейнон Узнаю, что хочет сказать мне Джофри Веди А, все? Ну, бля, поможешь нам квач очистить? У нас еще дела есть Я, наверное, возьму еще мечик сейчас Буду мечом ебашиться Нужно мечи попрокачивать чуток Чтобы получить силу 5 Так, у нас сколько клинки? 13, да? Соответственно, ну, нужно их прокачать где-то на 7, да? Окей Мы сделали это Поверить не могу Я ведь не думал, что это сработает Возможно, у нас действительно есть шанс одержать победу О, да Еще не конец Даже не близко Это был только первый шаг Если мы хотим вернуть себе этот город Нам нужно пробиться внутрь замка Ты все это время с нами Пойдешь ли ты с нами дальше? Если мы все же хотим победить Твоя помощь нам очень пригодится Должен предупредить То, что мы видели Не идет ни в какое сравнение с битвами Что, возможно, ждут нас Да погнали, бля Наспользуйся этой передышкой Погнали, я готов Нам нужна твоя... Погнали, идем Я знал, что ты пойдешь Наша цель ворота замка Через эту дверь Мы должны выйти на площадь Перед главными замковыми воротами Тебе не нужно объяснять основы Погнали Бля, только у меня меч с пижина, ребят Но я думаю, что сейчас это не очень важно Ебать, каджит с мечом Бля, просто Арагорн Сын Араторна, ёпта Черт, вот досада Эти ворота закрыты Открыть их можно только изнутри Из караульного помещения Мы не можем открыть ворота со... А единственный... Поспеши Найди берега Иня Он до... Когда ключ будет... Все, окей Не, ребят, я не предал кулаки Мне просто нужно попрокачивать немножко навык клинков Чтобы силу прокачать То есть, не, кулаки это, конечно, база То есть, никто не спорит Но я силу качаю, чтобы можно было больше вмещать в себя План такой, понимаете? Ой, бля, ребята, я ничего не воровал Это... А, все хорошо И увидели дым на золотой дороге Чем мы можем помочь? Следуйте за мной Мы будем идти за тобой Я не могу спать Я ложусь и закрываю глаза Но не могу перестать думать обо всем этом Я жду, когда капитан Матиус отдаст приказ Наконец-то у нас появился шанс Нанести ответный удар Ключ, дай мне ключ Нет времени висять Он не нужен, чтобы попасть в замок Точно Им удалось закрыть ворота замка Как раз перед тем Как нам пришлось отступить сюда Боюсь, тебя ждут нелегкие времена, друг Город в руинах И будет непросто добраться до здания стражи в одиночку Я лучше пойду с тобой Нам придется пройти через крипту часовни Затем через то, что осталось от города Если мне будет суждено погибнуть Возьми этот ключ И продолжай путь без меня Доберись до башни на северной стене города Погнали, погнали, давай С нами еще имперская стража Три болванчика идут ДИБАНО ДИБАНО ЕАЕЕ Все, всех победили Так, а где Челик Слушайте, ну пока даже весь отряд жив То есть реально, потерь нет Ну и честно сказать, я вообще не помню вот этой части и освобождение Квачи. Как-то мне казалось, всегда все быстрее проходило. О, ноша тайны. 300 голды стоит. Берем. Бля, а что бы скинуть тогда? Наверное, дреморскую стрелу нахуй. Она ничего не стоит практически. Да, и, наверное, можно скинуть Кирасу Квача. Наверное, можно скинуть. Хотя... Да, наверное... Нахуй я. Все, идемте. Идемте, ребят. Ну, что-то чувствую, наш друг не выживет. Мне удалось найти вход в туннеле Квачи. Мне нужно пробраться по туннелям. Так, ну, это окей. Это я все помню. У нас такая банда, блин. Такая банда. Йоу-йоу-йоу. Так, ну, тут сейчас мясорубка, да, начнется? Просто, блядь, отряд демонов мочит. А я, типа, а я просто в крысу. Слушайте, а тут всегда было так много неписей? Мне всегда казалось, что я вот с одним этим челом шел, остальные были мертвы. Вперед! Мьет! Бля, меня ебнули. Я что, слишком переоценил свои силы, видимо? Ты просто очень хорошо играешь. Вот они. Ой, они живы. Не, не думаю. Не, реально, ребят, у меня вот все они умирали практически. А тут вообще все живы остались. Причем даже имперская стража. Хорошо, мы пробились сюда. Мы останемся здесь и будем держать оборону. А ты иди в дальнюю часть замка и найди графа. Не возвращайся без него. Бля, если бы я снимал порно про графа Дракулу, я бы его назвал граф Трахула. Граф, который трахает и сосет. Но не кровь. Граф Трахула. Так, что вообще, богатство? Да, ребята, знаете, у вас, конечно, ну, вообще, жилы, как бы... Это что такое, блин? Все напиздили. Зыньте. На трон села, на трон села. Царь во дворца, царь во дворца. Ходи то, делай сюда. Да, царь во дворца. Ну ладно, ребят, вы... Веди, я иду за тобой. Все, ребят, без шуток, все. Я понимаю, вы, ребята, серьезные. Не, ну, немножко рофлов-то нужно. Так, клинки 16. Клинки 16. Нужно еще чуть-чуть покачать, клиночки. Я хочу силу 10. О, танец в огне. Акробатика наук повышен, заебись, продадим эти книги. О, кольчужный шлем, кольчужные сапоги. Ну вот кольчужный шлем хотя бы постельнее выглядит, чем то, что сейчас на мне. Бля, ну как-то тоже странно. Ну ладно. Бля, где кольца? Не, ребят, ну это вообще не серьезно. У вас здесь вообще не серьезно. Мне не нравится. Так, все, покой и графа. Огры, огненный от, от, уграх. Да, ну я бы нужна тело графа. Мне нужно отнести его кольцо с печаткой. Так, блин, 200 голды. Я вот точно не могу себе оставить. Деньги возьму. Я, наверное, одежду его сниму, потому что тоже хочу нормально выглядеть. Так, ну вот здесь убранство побогаче. Так, ребят, это все свидетельство того, что мы реально здесь были. Я не обношу мертвого графа вашего. Ну вот. Ну да. Так получше. Так получше выгляжу. Ладно. Во. Ну это вор. Так, и перчатки надо снять, чтобы колечки. Напоказ. Серебряный меч. Пойдемте, ребят, надо сообщить, что граф умер. А вещи, да это так. Это свое. Решил переодеться деблышко. Так, ничего больше у графа. Свидетельств важных нету, да? Огненная соль. Соль огненная, блядь. Так сказать. Ладно, не буду потом заряжать суп. Все, ребят, пойдемте. Ой, ужас какой произошел. Ой, ужас. Мы сейчас все сообщим. Все сообщим. Текстуры типа всего хорошего, да? Прикол. Ой, горе какое произошло. Граф-то умер. Граф умер. Бля, отвечаю. Где граф? Почему он не с тобой? Мне очень жаль, но его нет живых. Лежит лицом вниз в лужекраме. Как ты смеешь неуважительно говорить о нем, мертвом. Если бы не вся твоя помощь, я бы прикончил тебя прямо на месте. Где кольцо графа? Оно у тебя? Нет, у меня его нет. Найди его немедленно. Блядь. Кольцо графа. Да вот оно. Хотя бы оно сохранилось. Спасибо тебе. Я распоряжусь, чтобы оно находилось под охраной до того времени, когда у нас появится новый граф. Вот, возьми. Мне он все равно больше не нужен. Я устал от сражений. А тебе он может очень даже пригодиться. Так, стоп. Пока. Квач раньше уже поднимался из руин. Поднимется и сейчас. Я хочу еще раз поблагодарить тебя. Пророк Сенбой. Слушайте, ради интереса. Бля, нет у него этого кольца. Жалко. Что ты мне отдал? Кираса Квача. Бля, ну стоит оно немало. Я его продам хорошенько. Спасибо, дружище. Мне это пригодится. Так, я, наверное, выкину все вот эти говно одежду. У меня она не нужна. Как бы я хожу четко. Суконная одежда. То есть вот это все говно мне точно не нужно. Туфли оставлю. Туфли хороши. А у меня есть герой Квача? Блин, жалко, нету. Мне нужно вернуться в Приорат Вейно. Вместе с Мартином. Обслужившись, Джофли, наши дальнейшие планы. Окей. Слушайте, а мне же в теории же в Бруме могут возвести статую, да? Но это, наверное, в конце игры только. Если не ошибаюсь. Так, ну все, Квач спасен. Если у тебя нет. Так. Погнали. Вот, враг лежит с врагом. Такая судьба. Ророк сон бой. Так, тебя нужно в королл отвезти. Так, только подожди. Мы сначала к скупщику краденого зайдем другу. Это Мартин. Продадим вещи. Долго рассказывать, ты мне верь. Я, конечно, понимаю, что я занимаюсь грабежами и прочими. Но, сам понимаешь, я все равно хороший человек в целом. Ну, не человек, Каджит, да? Я хороший чел. Но, пошел нахуй. Просто я в рот ебал правила, да? Закон Сиродила. То есть, я, ну, такой человек. А где? Так, нужно подождать моего кореша. Это кореш мой, сейчас он придет. Во, во, это мой кореш. Я в самом деле устал. Перейдем к делу. Ангар, это мой кореш. Мой любимый клиент. Что-нибудь еще? Так, Кирасу Квачи сливаем. Сапоги, то есть, тоже продаем. Шлем. Оставим. Колечки тоже продаем. Думаю, я могу согласиться на эту цену. Так, вот это продаем. Это больше, чем я платил. Ржавый железный лук. Стальной лук. А, нахуй, у нас есть стальной лук. Я не знал. Все, тоже продаем. Так, ну, вроде я тебе все слил. Что, мог слить? Все, ангар. Ну, больше ничего нет. Все, давай, добро. Фарту мастер. Ну, все, в Приорат Вейнон. Где на нас дальнейший путь? Ой, блядь, а что происходит? Помогите, помогите. Они убивают всех в Приорате Вейнон. Подожди, расскажи мне, что произошло. Я не знаю. Мне кажется, они за моей спиной. Приор Мабарель мертв. Кто напал на Приорат Вейнон? Я был в овчарне, когда они напали на нас. Я слышал, как Приор говорит с кем-то. Я выглянул из-за угла, чтобы посмотреть, кто это был. Они выглядели как путешественники. Ничего необычного. Неожиданно в их руках появилось оружие, и они зарубили Приора до того, как он успел пошевелиться. Они заметили, что я наблюдаю, и я побежал. Где Джоффри? С ним все в порядке? Я не знаю. В часовне молятся, я думаю. Помоги нам. Так, погоди. Сейчас мы тебе поможем. Ты не следовало делать это. Я не боюсь смерти. Я не боюсь смерти. Блять. Запачкайся все вещи, которые я снял с мертвого графа. Хуевшие. Так, клинки. Надо еще чуть-чуть покачать. Так, золото у тебя возьмем. Че, у тебя есть золото. У тебя золото. Все, все взяли нужное. Че, еще где-то они? Клянусь кровью богов. Они явились будто из ниоткуда. Где грандмастер Джоффри? Я не знаю. А, он в часовне. Быстрее. Возможно, ему нужна наша помощь. Блядь, брат Пиннер, у тебя вообще хп нету. Я чувствую, один удар и ты умрешь. Ебать ты, конечно. Золотое кольцо? Только я себе его возьму. Ты, конечно, монах. А чего у тебя золотое кольцо монах делает? А я с медным хожу. Все, золотое колечко. Ладно, получше. Все. Так, золотое. С возвращением. Слава Талосу. Они напали на нас без предупреждения. Я молился в часовне, когда услышал крик Приора Мабареля. Я еле успел вооружиться. Амулет королей. Боюсь, именно он был целью этого нападения. Я хранил его в секретной комнате в жилых помещениях Приората. Нужно проверить в сохранности ли он. Я пойду проверю. Мы пойдем вместе. Но я опасаюсь, что случилось худшее. Да не мертвый я спал, а ты все спиздил. А что это вы делали в моем поместье? Вы что, хотите что-то спиздить? А, граф Дрочила, то и ты, и по совместительству граф Квача, да, как я понял? Я тебя услышал. Граф, ну если ты мертв, как ты мне пишешь? Мм? Ну че? Ты не поживаешь? Они забрали его. Амулет королей пропал. Враг каждый раз на ход опережает нас. Мартин Найденс, не все в порядке. Значит, удача еще не совсем отвернулась от нас. Слава Талосу! Мы обрели наследника Уриэля и потеряли амулет королей. Мартину нельзя оставаться здесь. Мы отразили нападение, но они вернутся, как только узнают, что Мартин выжил. А они узнают. Где Мартин будет в безопасности? Нигде нельзя чувствовать себя в полной безопасности, учитывая, какие силы нам противостоят. Но мы должны попытаться выиграть время. Хотя бы... Храм Повелителя Облаков, я думаю. Тайная крепость Клинков в горах неподалеку от Брумы. Несколько человек способны оборонять ее от целой армии. Мы должны отправляться туда немедленно. Так, а я могу чуть попозже? Так, помощь. Ты можешь взять в конюшне лошадь Приора Мабареля. Она ему все равно не подвесит. О, нормально. Так, совет старейшин. Храм Повелителя Облаков был построен очень давно основателями Клинков. Это было еще во времена правления Ремана Сиродила. Он высоко в горах, близ Брумы. Наша др... Да, понял. Ну, пойдем. Мы должны отправляться в путь. Что, просто идти нам или что? Монастырь Вейнон. Ага, нам нужно вот сюда. Бля, ну, конечно, ты гений. Вот сюда амулет Короле реально ты положил вот такой. Бля, я надеюсь, я его спрятал. Круто ты его спрятал, блядь. Старый. Так, где лошадь, которую я могу себе взять? Бля, ну, кайф. Ну, блин, ребят, ну и кто осмелится вором меня назвать? Я граф. Я просто граф. Я просто граф. Так, окей. Отведем в храм, пойдем на арену. Так, не, ну, надо медленно идти. Как свэк. Просто как свэк. Ребят, тоже идите медленно. Не стеняйтесь. Так. Ну, чисто вот так вот. Грандмастер, это? Да, Сайрус. Это сын императора Мартин Суптит. Сэр? Милорд. Добро пожаловать в храм повелителя облаков. Уже много лет не имели чести принимать у себя императора. Спасибо вам. Наоборот, это честь для меня. Иди же. Мои клинки желают приветствовать тебя. Так я же тебе говорю, я не мертв, ты меня живого обокрал, верни кольцо и одежду. Грязный хаджит. Я еще с этого выпал. А кто-то разобрался с вопросом, как можно спиздить художественный фильм. Ну, вот видишь, Дим Юрьевич сказал, что как-то можно. Ведь художественный фильм-то спиздили. Да, ребята, ни одного хаджита я не вижу среди ваших плечей. Империя погрузилась в хаос. Но надежда еще остается. С нами Мартин Септим, сын Уриэля Септима. Слава другому гражданному! Слава Мартин Септиму! Слава! Слава! Твое высочество. Клинки в твоем распоряжении. Ты будешь здесь в полной безопасности, пока не взойдешь в отрон. Жовтый. Все вы. Я знаю, вы ожидаете, что я стану императором. Я сделаю все, что в моих силах. Но это все так ново и непривычно для меня. Я не привык произносить речи. Но я хочу, чтобы вы знали. Я ценю ваши радуши. Джоффри, давай поболтаем. Я клинок, и мое место рядом с Мартином. Понял. Ты прибудет с тобой, Талос. Что ж. Спасибо и тебе, Мартин. Нам всем лучше вернуться к своим обязанностям. Приветствую. На, капитан. Ос. Не особо удачная речь получилась, да? Впрочем, похоже, это их мало волновало. Клинки отдают мне честь. И приветствуют, как Мартина Септима. Мне не хотелось бы показаться неблагодарным. Я знаю, что если бы не ты, я был бы уже мертв. Спасибо тебе. Но все ожидают от меня немедленных и правильных решений. Как быть? Как мне держаться? Они хотят, чтобы император сказал им, что делать. А я не имею ни малейшего представления. Я клинок. Нам нужно вернуть амулет. Конечно. Амулет королей. Чтобы мы и я принес его в храм единого и зажег драконьи огни. И остановил вторжение обливиона. И ты станешь императором. Императором. Мне понадобится время, чтобы привыкнуть к этой мысли. Как бы то ни было, сначала нам нужен амулет. Возможно, Джофри знает, с чего начать. Так, ну ладно, я это потом сделаю. Давайте, идите туда вовнутрь. Блин, тут же тоже будет пиздилка, на которую если посмотришь, то можно прокачаться, да? Приветствую. О, все, смотрим, идем на арену. Получаем новое звание. Все, отлично. Прокачали. Так, все, теперь на арену. Блин, слушайте, а сейф арены больше спиздить нельзя, да? Там уже больше денег нет. Все обнесли, что можно было обнести. Гладиатор. Нечасто я на... Так, ну, как я, по-моему, я не могу начать бой, да? Нужно поспать. Я же... А, может, и... Да, слушайте, я могу уже уровень получить, класс. Блин, ну, буду молиться, что мне силу дадут. Бля, 4 силы. Как обидно. Ну, зато скорость 5. Хотя бы скорость 5. Бля, и ловкость надо качать. Ой, ужас. Давай уже, говори! Так. Ну, это хорошо, что... Игра, блядь, заглючила. Ну, что? Я очень... Легкие. У меня нет как раз доспехов. Все, я готов. Слушай, следующий бой выходит за все рамки, но я ничего не могу поделать. На сей раз у тебя будут три противника, и тебе придется победить их всех. Блядь! Это органианские заключенные, привезенные из Чернотопья. Им было сказано, что если они хотят получить свободу, им придется убить тебя. Я не знаю, какие преступления они совершили, но на кону стоят твоя жизнь и их свобода. Догадайся, что они выберут. Иди и будь начеку. Так, ну, как я помню, там три органианина будет с кулаками. Но мы, наверное, тоже будем с ними на кулаках пиздиться. Так сказать, раз решили вот посоревноваться, кто лучше пиздится на кулаках, посмотрим. Но, бля, что-то чувствую, они меня, конечно, запиздят. А, нет, не на кулаках. А почему был уверен, что я не на кулаках? Нихуя себе, он пол-хп у меня сносит. Так, нет, чат. Нет. Ха-ха-ха, нет. Кулаки отменяются. Придется их пиздить кинжалом. Так, а возможно, даже и с луком. Так, ладно, нет, наверное, с луком придется действовать здесь. Все оказалось пожестче, чем я думал. Но это вообще нечестно. Бля, ну даже когда их двое... Бля, у меня кончились стрелы. Бля, ты... Бля, ты... Бля, ты... Бля, ты... да да ребят на я рад что секта блин выиграл аукцион желтая команда даже меня удивила этим боем трое против одного похоже они не представляли с гейммастером отлично блин а почему и надо было гейммастером назвать персонажи не остановишься пока не станешь чемпионом да отлично синей команде не помешает лишняя слава могу начать бой прошлого боя это должен показаться тебе пустяком антон прямо сейчас смотрят вероятно с мечом ничего особенного так ну все раз ничего особенного мы с кулаками на него пойдем они с кинжалом а босса нам чуть-чуть его кинжалом по отыкаем но потом кулаками четко будем бить так конечно чиним привет антону передавать антошку люблю всей душой добро пожаловать на арену желтой команды будет не сладко за синюю команду выступает гладиатор которого вы знаете и любите посмотрим кто победит контратака вообще сразу тысячи ударов ось так а а а а а а а а а так так нет ладно так хорошо сильное слабое зелье лечение и переходим в кулаки хил почти не осталось о все так это контратака все стамины нет бля хп вообще не отгибается в общем давай 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 иди сюда иди сюда а у меня хилок нету у меня хилок нету у меня хилок нету бля это сука так ладно я вот понял чё нахуй хинжал только кулаки так пьем лечение блин алкаши также оправдываются мы лечение пьем ну не мне кажется запизден вот так вот на зрители антона пришли глянуть на дикари это кто дикарит мои зрители дикари мы варвары скорее а не дикари но совершенно джентльменский клуб мы уважительно общаемся с любви тебе удалось показать этому коту чьи когти острее а другого я и не ожидал вот твое золото а теперь иди умойся ты выглядишь ужасно так то стоит гладиатор без арены на которой он сражается поэтому иди туда и круши черепа учти еще одна битва и ты получишь очередное повышение так отлично я готов следующий противник бритонец на вид щеголь но мечом владеет просто бесподобно он опытнее тебя так что не расслабляйся блять чувак я против троих и двоих уярился одновременно ты не того пугаешь друг не того пугаешь я пуганный так надеюсь мне ты чё-то резко начал бритонец блин слушайте реально бесподобно машет мечом так хорошо значит тактика такая нужно заблокнуть его удар и кинжалом снести большую часть хп и все и контр-атака контр-атака прошу пошла контр-атака давай блять сука слушайте можете загуглить ребят кто учит кулачному бою учеников в обли учителя навыка можете найти ребят загуглить плиз бля хп почти нету в имперском мосту учит а кто именно в имперском мосту это в местной таверне так ребят новое звание тем 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 временем победив этого бретонца ты получаешь повышение давно уже я не говорил таких слов поздравляю герои так бравила руфе с гильдия бойцов анвила до семидесятого а в гиван ван вилле все хорошо хорошо они до 40 гильдия бойцов бравила то есть бравил нам нужно да окей тогда в бравил пойдем сейчас рукопашку обучимся так но я герой ребят герой тем временем но что скажешь я герой ты теперь герой да я полагаю это маленькая дрянь хочет стать чемпионом да тебе никогда не сравнятся с нами боги среди смертных если ты действительно хочешь стать чемпионом тебе придется биться со мной если мы встретимся на орении я составлю тебя молить о смерти ой какая злая ой какая злая ой боюсь боюсь так я хочу немножко эмпата послушать что ты скажешь друг мой я герой я видел твой бой с бретонцем теперь ты в звании героя я я все еще тренируюсь но я еще добьюсь своего обязательно поздравляю спасибо большое у тебя впереди сражение с лучшим бойцом желтой команды азура свидетель ты лучшее что может выставить синяя команда я могу начать бой это первый герой желтой команды с которым ты встретишься имперец в тяжелых доспехах сражается а кавирским длинным мечом штука в том что этот парень был клинком знаешь такие люди которые охраняют императора он опытный мечник так что не лезь на рожон ой 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 блядь а разговоров то больше чем опасности боюсь боюсь во блин нет драконов ну как сказать один есть слушай а чё ты ж был клинком а чё перестал слушай ну клинок ты не клинок это не важно кинжалик делают тык 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 а я захожу за спину давай мой какой злой ой какой злой так подожди мне по кинуть служит бля ребята вот те кто такие а ты на каком на легком будешь играть или на сложном вот вы понимаете что этот бой он бы длился целую вечность а долгие часы тренировок со всеми видами клинков привезли свои плоды теперь вы владеете клинком на уровне ученика вы научились новой силовой атаки из положения стоя на следующий дополнительный урон для использования атаки нажмите и удерживайте клавишу атака все блять блин слушай а у меня меч почти сломан в этом дело блин нужно меч починить помню точно здесь был ремонтный молоток вот я сто процентов это помню один ремонтный молоток я помню здесь всегда лежал что он тут где-то завалялся так на сто процентов починить ими победить герой арены это одно но победить бывшего члена клинков похоже тебя поддерживает кто-то из богов не иначе друг мой так ладно сгонять в торговый район купить себе в ремонтные молотки потому что честно сказать это пиздец я-то думаю чё я у них нихуя не сношу я и ничем не бью по сути что такое граждане все все хорошо все хорошо блин а мне нравится что я нас такой упор делаю на силу но при этом вообще не делаю упор на силу воли точнее на выносливость надо видно в тяжелых доспехах сейчас будет драться ближайшее время чтобы качать силу воли потому что ну выносливость точнее урбулгру уркулк знаешь что тебе нужны дробящие урбулгру урглк возможно тебя заинтересуют мои превосходные товары так прикольное имя так давай-ка мы ну что еще сначала мы тебя расположим к себе да что ты мне это очень смешно не смеши меня ох потрясающе великолепно не смеши мне понравилось так все отлично ты теперь наш друг давай нормально торговаться а то это ужас блять ты мне продаешь вещи по каким-то блять бешеным ценам давай мне ремонтный молоток штук 15 все отлично блин я пятый левел а авто левелинг обливиона конечно блять работает очень странно так ну чё попробуем ластовый бой с тяжелыми доспехами хочу так сказать чтобы у меня в этом уровне выносливость повысилась конечно нужно было сразу драться на арене ток с тяжелыми доспехами все могу начать хорошо герой следующий противник высокий эльф маг мастер школы разрушения но подожди это еще не все у него есть зачарованный щит известный как серая эгида который дает ему весьма серьезную защиту от магии лучше всего тебе сразу пойти в атаку это мы сделаем на него не давай ему возможности воспользоваться заклинаниями я не хочу потом сметать твой пепел с арены так а нахуя пепел трогать так сколько у нас вообще тяжелые доспехи прокачка какая так тяжелые доспехи у нас прокачка 5 но это прекрасно нам нужно желательно 10 бы иметь прокачки на тяжелые доспехи ну 10 навыков поднять но я думаю что после этого боя мы по ними много охуеть с двух тычек круто я сука ебаная магия и все 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 какой нахуй эльф бля какой пиздец че это за враг нахуй бля какой пиздец че это за враг нахуй где он ох блять слава богу у нас есть победитель это жесть какая-то просто жесть да ну и ария ха ха ну и летсплей я буду честным с тобой герой я помню одержанные тобой победы я знал что у этого эльфа нет ни единого шанса против вот твое золото да ну что видишь великий и вот конец долгой дороги герой это последний раз когда ты выходишь против желтой команды бой за титул чемпиона выходи на арену и сделай так чтобы люди сиродила никогда не забыли кто поставил желтую команду на колени могу начать бой быть посему это твой последний бой против желтой команды напоследок они приберегли лучшее трех лучших точнее ты выйдешь на бой против мечника лучника и мага два бойца по ниже уровнем и чемпион желтой команды вы могли встречаться тут внизу если ты победишь всех троих тебя назовут чемпионом я знаю ты справишься выходи туда и покажи всем кто здесь лучше всех чуть не забыл я посылаю тебе на помощь отбивную нашего кабанчика он по крайней мере отвлечет одного из них все удачи блин вот на вот этот авто левелинг обливиона я не думаю что сейчас он будет работать нормально но вот этот отбивная кабанчик он вообще всех троих мог вынести если на двадцатом уровне дерешься тебе просто надо от них бегать и все но я не знаю бля снова нечестные бои какие то добро пожаловать на арену ой 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 а а как же кабанчик который должен отвлечь а а а а а почему она чемпион арены это будет долгая ночь а а а быстрее бегать не можно луком наверное немножко раскидывать а 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 Блин, я надеюсь, это не факап всего хвеста. А теперь прочь, и вот конец до... Погнали. На тебе нет боевых доспехов. Так, погодите. А почему игра не считывает это как боевые доспехи? Это же легкие доспехи. И вот конец до... Быть посему, ты... Ну, видно, потому что я их снял тогда перед боем. Поменял их во время вот этого действия. Уж не знаю. Столько побед и похвалы. Один раз снял трикон на стадионе, все, сразу с говном смешали. Ну, как говорится, сколько бы мостов ты не построил. Слушайте, ну вроде кабанчик отвлекает пока что, нормально. Да, слушайте, кабанчик нормально наносит. Пусть, слушайте, пусть кабанчик тогда ебашит их вдалеке. А я буду вот этой. Мадемуазелью заниматься. Потому что кабанчик, я помню, у кабанчик мощь. О, видали, кабанчик почти все хп и снес. Все, нормально. Нормально. И вот этой сейчас. Кабанчик реально дисбалансный. Все, кабанчик снес мага. Засолил, блядь. И кажись лучника. Бля, кабанчик мощь. Бля, и никто, понимаете, даже ничего не делал. Никак не правило это. Так, ну что, ластовый бой на арене остался. У тебя вышло. Победа. Положены все до последнего. Знаешь, сколько времени понадобится желтой команде, чтобы оправиться от такого удара? Друг мой. Это большая честь для меня произвести тебя в звание чемпиона. Какое упорство. Тебя все знают. Лучше тебя нет. Да. Да, почти нет. Твоя карьера завершена. Ты больше не будешь сражаться в обычных боях арены. Но еще есть великий чемпион. Дитя, у тебя есть мужество и опыт. Да. Я думаю, ты можешь победить серого принца. Иди и поговори с Изабель, если думаешь, что я прав. Бля, ну мне кажется... Так, я хочу, во-первых, пахлаву у себя услышать. Клянусь, Шинжи, у тебя вышло. Победа. Ты чемпион. Друг мой. Ты приносишь славу синей команде. У меня нет слов. Все так. Все так. Прощай, друг мой. Опять ты? Послушай. Я же сказала тебе, если ты хочешь вызвать серого принца, это твое право. Но не говори, что я не предупреждала тебя. А где этот Токсик и что с лицом, а что где? А Токсик лежит в канале арены. Ну все, я готов. В нем говорится, что я... Я наполовину вам... Да, да, да. Вся моя... Давай драться. Да, я хочу вызвать тебя. Да. Да. Я принимаю твой вызов. Иди. Иди поговори с Изабель. Скажи ее о твоем решении. И тогда мы... Мы встретимся на арене. Да. Так и будет. Окей. Так. Только я, наверное, дождусь. Хочу днем тебя победить. Наполовину граф Трахула. Да. Ну что, великий бой, ребята. Неужели тебе хватило ума вызвать серого принца? Ты хоть понимаешь, чем это тебе грозит? Агранак Грамалак лучший боец на этой арене. Его невозможно победить. По крайней мере тебе. Слушай, у тебя родственницы нет случайно. Но если ты хочешь стражаться с ним, это твое право. Что ж, ты знаешь правила? Дай мне знать, когда Сибирь. Окей. Я только хочу удостовериться, что ты понимаешь правила для этого боя. В случае сражения с великим чемпионом, ну, правила немного другие. Так, ну, окей. Могу начать. Значит, ты готов сразиться с серым принцем? Но ты не можешь выйти на бой без имени. Понимаешь, без сценического имени. Что-нибудь запоминающееся. Чтобы жители Сиродила могли вспомнить его, когда будут рассказывать истории о твоем бесславном поражении. Так что? Сила магии. Кровопийца. Дыхание тени. Черная стрела. Кувалда. Месть богов. Лицо смерти. Я хочу что-то с кулаками. Багровое лезвие. Солдат. Сэр-убийца. Гроза Тамриэля. Драконье сердце. Бля, ну может кувалда? Кувалда. Я тоже считаю, что кувалда. Заебись будет. В духе времени, что ли? Кувалда? Мне это нравится. Да, это имя вполне подойдет. Теперь пришла пора понять, какой из тебя боец. Безумно хороший? Или просто безумный? Серый принц уже направляется на арену. Иди туда и сразись с ним, как чемпион с чемпионом. Да. Да, да. Надеюсь, ты... Кхе-кхе. Кхе-кхе-кхе. Кто может вырвать этот титул, предоставляю руку на кресле у тех, два, синий комарова клинца. Война наделенного силой, опытом и решительностью. Заребись. Битва века сейчас будет, ребята. Давай, 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 давай. Пожалуйста, просто убей меня. Разве ты не видишь? Это всё, чего я хочу. Я не хочу жить, зная, что я отвратителен, что во мне сидит зло. Убей меня. Так, хорошо. Я просто порождение зло... Я просто порождение... Опять! 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 Опять сделаем! Пожалуйста, просто убей меня. Разве ты не видишь? Это всё, чего я хочу. Мамы и господа! Вы только что стали свидетелями невозможного! Так, доспехи Агранак. Возьмёмся. Вот и всё. Вот и всё. Приветствуйте нового героя Сиродила! Приветствуйте великого чемпиона арены! Здравствуй! Здравствуй! Увалда! Мамы и великий чемпион! Агранак. Да, ну вот так вот. Так и закончилась история. Ну, типа, если вы не... Ну, по сюжету, если вы не узнаёте, что он вампир и не рассказываете ему об этом, то он будет с тобой ебашиться посерьёзки. Вот. А если, как бы, ты ему расскажешь о том, что он на самом деле вампир, то тогда он вот задезморалится и в финальный бой он драться с тобой не будет. Клянусь любовью, Шинджи, у тебя получилось. Победа над Серым Принцем. Это... Это невероятно. Ты лучший боец, которого когда-либо видела эта арена. Да. У тебя доспехи мужества Агранака. Хорошо. Дай их мне. Я выдам тебе твои личные доспехи. О, Шинджи. Я... Я вся дрожу. Это невероятно. Хорошо. Ты... Ты хочешь получить тяжелые доспехи мужества или легкие доспехи мужества? Выбирай. Так, ну, наверное, тяжелые. Тяжелые. Хорошо. Для меня большая честь вручить тебе это золото и эти драгоценные доспехи мужества, а также назвать тебя новым великим чемпионом арены. Тебе это удалось? Серый Принц был великим орком. Пусть душа его покоится с миром и всё такое. Но он повержен. Ха-ха-ха. Теперь ступай. Отдохни немного. Когда почувствуешь, что силы к тебе вернулись, загляни ко мне и мы обсудим твое будущее. Так, ну обязательно. Ну всё, ребят, я великий чемпион арены. Кувалда. Ты... Агронак убит. С тобой. Серый Принц... Мёртв. Он... Он был моим другом. Моим учителем. Поздравляю, великий чемпион. Надеюсь, это того стоило. Бля, ну... Ты бы сам его убил бы рано или поздно, если бы дошёл до этого. Приветствую, друг мой. Что может предложить тебе старый седой мастер меча? Да ничего. Могу начать бой. А что ты мне это скажешь? Начать что? С кем? Ты великий чемпион. Все бои уже выиграны. Все. Ха-ха-ха. Всё, ребят, все бои выиграны. Ну и на этой прекрасной ноте, на этой прекрасной ноте мы закончим и продолжим уже, ребята, завтра. Спасибо за просмотр!